доброго времени суток начнем с того что традиционно вставим свой юзерпик картинку в начале продолжаем повествовать о своих дневниках дневника из лаборатории фани на шум скул и сейчас я расскажу об одном очень таком интересном животрепещущем вопросе как работа вот с такими флаконами значит сразу немножко отдельно от этой темы эти флаконы кстати сразу скажу как и вся лабораторная посуда дорогущие неимоверно и сразу возникает вопрос а можно ли использовать для этого какие-то другие альтернативные посуды там бутылки все остальное разрешаю вам использовать все что угодно но скажу что это все будет сопряжено с определенными трудностями которые будут возникать в работе значит что означает вот эти трудности вопрос у нас в том что из именно вот из этих флаконов мы делали перенос этого мицелия в жидкой культуры именно вот в банке я вот сейчас показываю банки вот эти все все вот эти баночки и все вот эти баночки были инокулированы именно жидкими культурами вот из этих флаконов что чтобы это значит какая польза вообще от этого ну скажем польза здесь однозначно большая если мы обратим внимание для сравнения все эти посевы были сделаны в один день довольно таки хороший и большой кусок мицелия из пробирки был внесен вот в эту банку и здесь можно видеть вот приблизительно вот такого размера на данный момент идет произрастание мицелия что же происходит жидкой средой вот давайте попробуем проследить что происходит жидкой средой есть у меня некоторые банки которые я перемешал есть банки которые я вообще не перемешивал была только залита культура и законсервированы вот эти баночки значит вот эта банка не перемешана и вся культура собралась на дне как мы видим если будем его поворачивать то по всему периметру здесь начался мицеллярный рост вот однозначно видно он начался везде обратите внимание на такой вот пример видим что вся вот эта зона это идет рост мицелия то есть произрастание можно сказать такое тотальное главное что мы получим а здесь вот даже вся вот эта зона куда заливалась жидкость даже на камере вот я смотрю сейчас на экран вижу вот вот ну здесь уже однозначно видно что вот рост мицелия то есть очень такое глобальное инфицирование скажем так мицелия вот этой вот этого зерна примеру можно взять любую банку вот видим это мы видим только ту сторону которая находится к стеклу можно представить что в 3d в ком-то размере что происходит внутри вот здесь даже видно я вот вижу здесь это уже побеление вот полностью мицелия растет внутри таким образом мы в разы быстрее можем получить посевной материал в этих банках таким образом мы в разы быстрее можем получить материал из этих банок тем более если нам надо его быстро а нам надо всегда его быстро не бывает что нужно его нужно его медленно нам нужно его быстро то при таком положении дел как мы видим если он так глобально начинает колонизировать вот эти материалы приблизительно это от посева сейчас шестые сутки то есть посев был сделан вот я ищу даты где написано 20 января а сегодня у нас 26 января то есть от даты посева прошло 6 суток и показывает довольно таки стартовый хороший рост ну учтем что это жидкая культура она попала совсем другие условия и несколько дней адаптации и вот видно все дно и вот можно сказать уже вот эта баночка за на шестые сутки фактически процентов на 40 колонизировано поэтому визуально можем хорошо не просто понять что вот эта баночка вот здесь всего-навсего все что у нас здесь получилось всего-навсего все что только стартует можете представить сколько нужно будет времени для того чтобы заросла эта баночка сколько будет нужно времени приблизительно происходит это дней за колонизация полностью происходит дней за дом при температуре соответствующей 24 26 градусов эквендация произойдет где-то недели за три и никак мы не можем повлиять на этот процесс любую берем то есть видим такой вот начальный рост здесь та же самая история а вот этот подсохший это кто работает с пробилками тут понимает что это часть которая находится в самом верху пробирки всегда там мицелий такой подсохший но все-таки видим что он вот здесь пустился в рост и значит отсюда мы получим получим баночку посевной цели и возвратимся все-таки к этим флаконам значит что с ними что я говорил есть одна техническая проблема именно пересева из этих бутылок казалось бы на первый взгляд что все очень просто взять вынять пробку залить в эту банку да и на этом конец и таким образом можно очень легко и быстро наинфицировать вот целую партию вот такой вот боекомплект в ожиданиях какого-то результата в результате получить отсутствие последнего вот значит я долго размышлял над работой вот с этими материалами но как бы случай меня заставил потому что нужно быстро получить много посевного материала и очень напирают пользователи которые все-таки начинают меня постоянно терроризировать насчет флакона насчет жидких культур очень понравилась вот эта тема и начинаем ее развивать дальше значит давайте оставим сейчас в покое там банки бутылки все остальное будем говорить вот о таких флаконах значит я нашел безопасный способ изъятия этой культуры из вот этих значит колб в чем проблема при нагревании этой колбы над спиртовкой над спиртом над горелкой как угодно называйте значит происходит сильное разогревание вот этого стекла в дальнейшем когда мы будем делать переливание вот этой среды в банку то естественно это стекло лопнет и ничего хорошего из этого не произойдет оставить открытой опять же этот флакон без пробки на какое то время и ждать когда остынет это стекло это может занять очень длительное время и не исключено что произойдет инфицирование самой культуры возможно в самих банках инфицирование не сразу будет так видно но в дальнейшем культура сама будет инфицирована но у нас же всегда есть не один план у нас всегда два плана на этот случай мы же хотим часть вот этой культуры для размножения оставить все таки во флаконе и в дальнейшем путем добавления обогащенной питательной среды получить опять новый материал клеточный в этой колбе и снова пустить его в работу значит эта проблема мной была решена следующим образом после нагревания этой проверки то есть колбы извлекаем из нее вот этот ватно-марливый тампон и применяем вот такой вот хитрый очень прибор то что у меня находится в руках это все понимают что это шприц но мало кто понимает как называется вот этот большой шприц этот шприц называется шприц жанэ по имени того изобретателя который впервые применил этот шприц жанэ раньше шприц жанэ он придумал его стеклянным там ну традиционно как когда-то был стеклянный шприц с этой поршнем там металлическим но сейчас они выпускаются в таком вот одноразовом виде в него помещается 100 кубиков это довольно таки много для инокуляции наших банок и для того чтобы изъять из длинной вот этой колбы культуру я применил вот такой вот удлинитель этот удлинитель есть не что иное это и есть самый длинный женский катетер он применяется для катетеризации ночевого пузыря и ну неважно для чего он там катетеризация ночевого пузыря ну в принципе больше нам не нужно ничего знать об этом катетере главное что с помощью шприца жанэ и самого длинного женского катетера мы можем они естественно продаются одноразовые и стерильные то есть вот безопасный тот момент который позволяет нам применять эту штуку мы можем очень легко проникнуть не инфицируя вообще и не прикасаясь никаким образом к этой культуре то есть стерильным катетером извлекаем оттуда клеточный материал и в дальнейшем легким движением руки под каждую крышечку мы просто вносим кончик катетера и туда заносим довольно таки безопасным способом вносим саму клеточную культуру результаты как я озвучил в начале довольно таки впечатляющие очень впечатляющие это очень радует можно сказать что буквально при достаточной температуре через дня 4-5 можно будет уже получить посевной материал и в принципе вот и все что хотелось бы повествовать на эту тему если я что-то упустил по ходу повествования звоните пишите задавайте вопросы будем отвечать или делать видео вот и не забудьте что там внизу под видео есть вот такая вот кнопка если вы на ней кликните то завтра вы сможете посмотреть очень интересный материал об исследованиях иммунитета у клеток пицелия вешенки вешенки по